Всех приветствую на канале Helping Animals. Девушка вытянула кота из реки и застыла в изумлении. К нему была привязана циркулярная пила. Жизненные беды порою сильно тянут нас на дно, и бывает в прямом смысле этого слова. Одним солнечным днем Меган из Таук вкормила свою лошадь в Адалаиде, Австралия, и размышляла о предстоящем обеде. Но какие-то странные звуки заставили Меган бросить свое занятие. Дело было недалеко от реки, и казалось, что звук шел именно от воды. Меган подошла к берегу и увидела на воде кошку. Бедолага мяукала и не спешила сходить с места, как бы Меган ее не звала. Котенок. Малышу на вид было не больше шести месяцев, упорно не хотел сходить с места, и из Таук в никак не могла понять почему. Пока не встала на другое место и не увидела ужасное. Котенок не просто сидел на одном месте, он едва держался на плаву, будучи привязанным к каким-то странным тросам. Меган запаниковала, так как в глазах бедного котенка читалось отчаяние, и было понятно, что долго животное не продержится. Но добраться до него было нелегко, речка была глубокой, и нужно было позвать на помощь кого-либо еще. Благо, крики о помощи услышала подруга Меган, Джессика Сирл, которая подошла посмотреть, что случилось. Отважная девушка, ни секунды не раздумывая, шагнула в глубокую речку и двинулась в сторону попавшего в беду котенка. Захватив животное вместе с достаточно тяжелым привязанным к нему предметом, Джессика бросилась на берег и доставила котейку в безопасное место, вытащив на берег и странный камень, который был привязан к тросу. Увиденное оказалось еще ужаснее, чем выглядело в начале. Кот был привязан шнуром от электропилы, бедолагу просто связали этим проводом и кинули в речку, чтобы циркулярка служила достаточным для погибели грузом. Благо, кот оказался очень живучим, и шокированные Меган и Джессика отправились в ветеринарную клинику. На месте сказали, что у кота нет никаких микрочипов, и личность владельца установить нельзя. Однако у котенка были оборваны участки шерсти, усы и даже ресницы, что определенно наводило на мысли о сумасшествии его хозяина. Местная организация по охране животных пообещала, что проведет расследование в поисках этого человека. А что же с котенком? С ним все хорошо, его теперь зовут Сплэш, он живет у Джессики и блаженно. Мурчит во сне. Теперь его жизнь в безопасности, никакие животные в человеческом обличии не достанут его. Жизнь маленького пушистого комочка теперь абсолютно светла и безоблачна. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий, и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.